МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В торговый зал налетчики ворвались за несколько минут до того, как продавец должна была закрыть дверь на замок. Момент для нападения преступники выбрали более чем удачный. Кроме продавца в торговом зале никого не было. Свои требования сообщники озвучили без лишних церемоний. Разумеется, их интересовали деньги. Для пущей убедительности один из налетчиков наставил на перепуганную женщину пистолет. Та, разумеется, отдала ящик с наличными. Своих лиц преступники не скрывали. Отступать с добычей подельникам пришлось на глазах множества очевидцев. Свидетели рассказали, что сперва из павильона выбежал один молодой человек. Следом с ящиком в руках выскочил второй, а через несколько секунд послышался крик продавца. Женщина звала на помощь. Она была так напугана, что даже не могла вызвать полицию. Экипаж на место преступления вызвали очевидцы. Каких-то особенных примет налетчиков свидетели не запомнили. Преступников описали следующим образом. Обоим лет по 19. Один одет во все черное, второй был в светлом пуховике и темных джинсах. Побежали сообщники в разные стороны. По горячим следам задержать подозреваемых не удалось. С собой преступники унесли 25 тысяч рублей. А на улице Флегантова в индустриальном районе спасатели МЧС помогали 59-летнему хабаровчанину попасть к себе в квартиру. На улице вместе со своим котом по кличке Малыш мужчина пробыл полдня. Пропажу ключей от квартиры он обнаружил еще в обед, но обратиться за помощью к спасателям решился только к вечеру, когда основательно замерз. Меньше года назад пожилой мужчина похоронил свою супругу и с тех пор периодически увлекается спиртным. Именно после одиноких застольй горожанин и проявляет систематическую рассеянность. Мужчина признался, что в подобные ситуации попадает регулярно. Одно время запасная связка ключей хранилась у соседей, но и ее хабаровчанин вскоре умудрился потерять. Люди, живущие с мужчиной на одной площадке, относятся ко всему с пониманием. До приезда спасателей даже пытались помочь ему открыть замок ножницами. Объяснили, что уже неоднократно открывали дверь подобной отмычкой. Приехавшие на место вызова спасатели в квартиру на первом этаже решили пробираться через окно. Металлическую решетку, защищающую стеклопакет, сначала резали гидравлическими ножницами. А те места, куда массивным инструментом подлезть было невозможно, железо распиливали циркулярной пилой. В итоге внутрь проникли через вырезанный проем на уровне форточки. За свое благополучное возвращение в теплую комнату мужчина спасателей искренне поблагодарил.